Смотри, ты когда приклеишь вот это вот, просто тебе надо будет положить на ровную поверхность. Ты можешь просто взять вот такой же стенд, вот такой же стенд взять, потом приклеишь. Сергей Котцов выступает терпеливым наставником своему сыну Дане в авиамодельном клубе, куда 30 лет назад сам ходил, будучи любознательным мальчиком. Говорит, что с тех пор почти ничего не изменилось, этот спорт по-прежнему держится на энтузиастах. Финансирования почти нет, а поездки на соревнования и материалы оплачивают родители. Теперь в перспективе модели придется регистрировать и платить в госпошлину за каждый беспилотный летательный аппарат. Конечно, как-то придется либо договариваться, либо это все проходить как надо. Но это, конечно, большой минус и очень много... Во-первых, это же может привести, что соревнования могут исчезнуть. Наставник и руководитель клуба, кстати, не изменился. Валерий Крапивин в «Фениксе» с 80-х. Из года в год воспитывает настоящих спортсменов, призеров всероссийских и даже мировых турниров. Медали, кубки и призы занимают в мастерской огромный стеллаж. Мальчики здесь проходят увлекательный путь от конструктора планеров до создателя радиоуправляемого самолета. За год каждый воспитанник делает от 10 до 20 авиамоделей, а посещает клуб сегодня 70 детей. Вот, по примеру, вот эта вот модель, школьники сделали. Это вот тренировочная модель. Ну, она весит 300 грамм, 350 так вот. Ну, в зависимости от аккумулятора, какой стоит аккумулятор. Побольше поставить, он будет уже порядка 400 грамм весить. Модели делают деревянные, пластиковые и даже вот такие, почти невесомые, из тонких карбоновых тросиков и полиэтилена. Развитие технологий даже в традиционном увлечении заставляет двигаться вперед. Это уже не будущее, это настоящее, современное и высокотехнологичное. К примеру, этот летательный аппарат весит чуть более килограмма. А значит, подлежит регистрации, к примеру, как автомобиль, мотоцикл или катер. Наряду с авиамоделями изменения в воздушном кодексе коснутся любых летательных аппаратов, которыми управляют дистанционно. К примеру, коптеры и даже радиоуправляемые игрушки. Сейчас и те, и другие в свободной продаже. В 2016 году регистрация беспилотников обсуждалась активно. Даже от планки в 250 граммов законодатели практически отказались. Но в декабре снова вернулись на исходную. Нужно внести поправки, которые позволяли бы не регистрировать аппараты массой до 30 килограмм. Но в декабре 2016 года случилось очередное обострение. Теперь необходимо снова все регистрировать тяжелее 250 грамм, плюс еще обложиться необходимо справками. Предполагается, что обладатель новой профессии, оператор беспилотных дронов, должен будет пройти обследование у психиатра, нарколога и офтальмолога. Словом, медкомиссия почти как у настоящих пилотов. Рынок коптеров огромен. Модели выпускаются так же часто, как смартфоны. Несколько раз в год линейка брендов обновляется. Даже в Архангельске изготавливают дроны. К примеру, навигатор 13. Беспилотник предназначен для решения серьезных задач, поиска пропавших и потерявшихся людей, мониторинга пожарной обстановки. И все из-за его уникальных характеристик. Квадрокоптер с достаточно большой продолжительностью полета. 45 минут, 50 может летать, если нагрузочку полегче повесить. На испытательных полетах, в принципе, мы удалялись уже больше 10 километров. То есть, практически самолеты нам заменяют. Тем, кто, как Роман Повставалов, занимается разработкой и созданием беспилотников, придется еще встать на учет в управлении ФСБ России. Тем временем, технологическая революция лишь набирает обороты. А будущее, где человека будут окружать самостоятельные, в том числе и летательные аппараты, уже на пороге ближайшего десятилетия. Олеся Кокина, Виктор Коноплев, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. Семь дней в регионе.